Еще один объект в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили в Ненецком округе. Сегодня в поселке Искатели в торжественной обстановке открыли самую большую дворовую территорию. На дни рождения обустроены игровые площадки и прогулочные зоны в районе улицы Монтажников побывала и наша съемочная группа. Сегодня у детей поселка Искатели общий праздник – открытие самой большой игровой зоны по улице Монтажников. На огромной площадке теперь красуются яркие игровые элементы – горки, качели, веревочные стенки. Их уже оценила местная детвора и взрослые. Хорошая. А что тут хорошего? Она такая большая и красивая. А что больше всего нравится тебе здесь? Что она яркая. На самом деле это здорово, что у нас в Искателях появляются такие площадки. Надеюсь, на этом не остановится. Их надо намного больше на самом деле. Мы с ребятами сюда пару раз приходили. На самом деле все замечательно. Теперь новая площадка – это не просто место для игр, но и отдыха. Здесь в рамках проекта появились пешеходные дорожки, были установлены скамейки, урны, сделано освещение. Плюс сделали стоянки для автомобилей, чтобы можно было чистить проезды. И дополнительно мы сделали еще мягкое покрытие. Как я говорю, оно не входило в программу. Это мы по второму кругу, так сказать, разыграли конкурсы по 44-му закону и эту работу выполнили. Но на этом муниципальные власти останавливаться не собираются. Уже на следующий год планируют дополнить игровую площадку современными спортивными элементами для подростков и взрослого населения. Но это в планах. Сейчас главное, по словам Григория Коваленко, сохранить благоустроенную территорию, на которую были потрачены немалые деньги – более 5 миллионов. Это средства из бюджета Заполярного района и федеральные средства. Они были выделены в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициатором которого стала партия «Единая Россия». Для нас этот проект очень важен тем, что практически нет ни одного жителя, ни низкоавтономного округа, который бы не принял участия даже мысленно в обсуждении тех инициатив, которые поступают от самых различных инстанций, от жителей округа. Это действительно народный проект. И этот проект был поддержан правительством Российской Федерации. Эта инициатива наша была поддержана. Более того, насколько показала жизнь, он очень неплохо стартовал в Нениском автономном округе. И совсем недавно в Государственной Думе, в Федеральном собрании мы поднимали вопрос для того, чтобы этот проект продолжить. В обязательном порядке правительство инициатива была поддержана и принято решение на 2018 год финансирования ставить не меньше, чем было в 2017 году. А это значит, что проект в дальнейшем расширит свои границы. И кроме поселка Искатели и города Наринмара благоустроенными будут и сельские населенные пункты, которые тоже нуждаются во внимании. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо.